Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби сегодня хочу представить вам довольно интересный обзор на новинку фирмы ICM королевский тигр да многие сейчас скажут так королевский тигр уже был ICM выпущен в 2017 году и вы будете правы модель как бы 2017 года но в данном наборе есть очень интересные дополнения как видите здоровая огромная коробка которая не помещается в объектив камеры коробка плотная выдержала пересылку без проблем вот эта огромная коробка наполнена полностью литниками и да друзья я был очень приятно удивлен ICM положила в этот набор фото травления чего так не хватало предыдущем королевском тигре и друзья я вижу наборные траки это тоже еще один огромный плюс к данному набору а теперь сейчас вскроем и подробно рассмотрим каждый литник по отдельности и начать обзор конечно же хочу с инструкции такая вот глянцевая красочная инструкция в виде книжки здесь краткие ттх по данному танку и небольшое описание декаль из предыдущего тигра который был выпущен ранее 2017 году декаль мне понравилось я уже один такой тигр собрал тот набор был если брать по пятибалльной шкале по трудности сборки на два балла то есть модель довольно простая была здесь конечно же будет набор ним ножка посложней так как здесь еще присутствует интерьер но декаль мне понравилось ну и что мы видим на первой странице мы видим обзор литников которые представлены в наборе и их количество на следующей странице здесь ствол замазан но я хочу зайти вперед сказать набор я уже посмотрел ствол в этом тигре дан одной деталью то тоже огромный плюс вот он деталь под буквой g и платка фототравления ну и здесь мы сразу видим начинается с башни и здесь представлен на 7 странице интерьер то есть данная модель с полным интерьером все очень понятно очень доступно сложности в сборке у вас не возникнет так как модель собирается довольно не тяжело дан двигатель в данном наборе довольно плотная инструкция все схематично очень хорошо показано и так как знаю как собирается данный тигр смело могу порекомендовать данную модель для начинающих моделистов модель на которой можно провести пару выходных дней без проблем ее собрать никто не заставляет собирать весь интерьер как мне он не интересен ну а кому-то наоборот чем больше повозиться с моделью всем интересней вот инструкция на 35 страницах варианты раскраски зимний камуфляж классический немецкий dunken gel и два вида камуфляжа трехцветных ну и прежде чем обозревать литники хочется показать вам плату фототравления на плате как видите вы выбит логотипы 7 сама плата толстовато так как решетки здесь сильно загибать ничего не надо я думаю будет нормально да и уже радует что в наборе представлено фототравление верхняя деталь корпуса один вот из минусов набора боковые экраны даны вместе с верхней частью корпуса и кто захочет сделать королевский тигр без экранов здесь это будет сделать проблематично точнее это надо будет все срезать это вот я считаю один из недостатков данной модели неплохо сделаны сварные швы хорошо видна расшивка жалко конечно что не дана нижняя ванна одной детали как это уже делают многие фирмы 4 одинаковых литника с катками рассмотрим один из них хорошо сделаны катки я не знаю точность копийности их но сам пластик отлит очень хорошо нету ни утяжем ни следов облоя все детали отлиты очень добротно небольшой шов стыка пресс форм который легко обрабатывается но зато башня сделана одной деталью видите хорошее литье и стыковка у данной модели мне очень понравилась все стыковалось без каких-либо проблем на канале есть видео по сборке королевского тигра осием если вам интересно то вы можете найти это видео и посмотреть 4 клетника с наборными траками траке состоят из двух деталей думаю их сборка тоже не составит проблем довольно большой литник как показано в инструкции с ненужными деталями орудия можно будет для чего-нибудь его оставить и использовать где-нибудь в другой модели довольно неплохо сделан трос все детали открыты очень хорошо ну а в следующем пакете лежат вот внутренности внутрянка танка и ствол хотя нет друзья я вас обманул тут ствол немножко сделан как бы ствол одной деталью не с половиной вот маска и дульник собираются с двух частей но главное сам ствол два литника со снарядами надеюсь все будет видно хорошо хорошо Летники небольшие, не больших размеров. Детали также отлиты очень хорошо. Ну, я так думаю, данный набор будет по сложности на троечку. Деталей не сильно много. Нет такого дикого членения. Все детали крупные. Хорошо отлиты. Ну и сложностей со стыковкой быть не должно. Ну вот, друзья, на этом буду заканчивать свой обзор. Модель понравилась. Очень приятно удивлен, что в наборе есть такие дополнения, как фототравление, наборные траки. И довольно неплохо сделан ствол и орудие. Если вас заинтересовала данная модель, то вы ее без проблем можете заказать или приобрести в магазине Ямоделист. На этом буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...